Начну с темы, волнующей вас на горячую линию 1-го Ярославского, а также в редакцию службы информации телеканала поступило огромное количество звонков от жителей гостей города. Жалуются, на пешеходной зоне нижнего яруса Волжской набережной практически ежедневно видят проезжающие автомобили. Выяснилось, во время часа пик водители попросту таким образом объезжают пробки, нарушая при этом правила дорожного движения. Мой коллега Георгий Колчин выехал на место и выходит на прямую связь со студией по скайпу. Георгий, добрый вечер. Сколько нарушителей насчитал? Да, Юрий, приветствую. Мы с моим коллегой, видеооператором Антоном Комаровым, здесь, на нижнем ярусе Волжской набережной, засели в самую настоящую засаду. Сидим около двух часов, считаем нарушителей, когда ехали сюда. Видели, что улица Советская в час пик привычно встала в пробку, а на Терешковой, как известно, движение временно закрыто. Поэтому сразу подумали, что некоторые водители непременно воспользуются и проедут по нижнему ярусу Волжской набережной, чтобы быстрее попасть домой. Теперь давайте к самому интересному. Сколько мы насчитали нарушителей? Признаюсь, поначалу делали это очень тщательно и даже записывали. Но когда число проехавших машин перевалило за 25, мы сбились со счета. Впрочем, некоторые водители, наверное, могут сказать, что они просто решили этим вечером полюбоваться красотами Волги и насладиться красотой набережной. Вот что по этому случаю говорят сотрудники ГИБДД. Давайте послушаем. В то же время в районе арсенальной башни, ресторанного комплекса «Валильное небо» и речного вокзала предусмотрены места для остановки и стоянки автомобилей, которые также обозначены соответствующими дорожными знаками. Если гражданин стал свидетелем совершения административного правонарушения, ему необходимо произвести фото-видеофиксацию с указанием даты, места, времени совершения правонарушения, государственный регистрационный знак автомобиля. Отмечу, что движение на нижнем ярусе Волжской набережной закрыто на следующих участках. Я прочитаю, чтобы не ошибиться. Итак, от Стрелки до Волжского спуска, от Волжского спуска до Красного съезда и от Флотского спуска до Пятницкого съезда движение закрыто и стоят знаки «Велопешеходная дорожка». Тем водителям, которые будут здесь ездить, грозит штраф 2000 рублей. Юрий, тебе слово. Спасибо на прямой связи со студией. По скайпу был мой коллега Георгий Колчин. Он ловит нарушителей ПДД на пешеходной зоне нижнего яруса Волжской набережной. Продолжение следует...